Дорогие зрители, я представляю вашему вниманию Павла Панкратова. Поздравляю, Паша, с победой. Я вообще-то давно тебя жду здесь в комментаторской. С начала турнира получаешь симпатичные позиции. Но все как-то выиграть не удается. Почему, Паша? Ладно, хоть не удается проиграть. Приветствую всех. Но, по-моему, последние партии я пытаюсь больше проиграть, чем выиграть. Нет, это просто обратная сторона игры на выигрыш. Это нормальное явление. Ну, конечно, в первую очередь надо вернуться к твоей партии с Матылевым. Потому что она как-то оставила рубец и шрам на сердце. Пару слов о ней скажи. Ну, а что про нее говорить? Ну, просто проигрыш в один ход выигранной позиции. Честно говоря, с трудом восстановился после нее. Да, вот видно было, что это, конечно, страшный удар. И вместо того, чтобы выйти на плюс, как-то оказался в такой яме психологической. Ну, давай сейчас мы сегодняшнюю партию откроем и постепенно будем восстанавливаться. Лучше всего лечит шахматиста победой. И чем ярче, тем лучше. Ну, надо признать, что я для Максима очень неудобный соперник. А у вас счет правильный, да, в твоей пользу? Ну, счет какой-то подавляющий в мою пользу. При этом, вот если сегодня, наверное, ближе к тому, что партия была по делу, то большую часть партии Максим не проигрывает в выигранных, в позициях с большим перевесом. Ну, так сложилось исторически. Да, уже так исторически сложилось. Причем психологически для него французская очень неприятный дебют именно со мной. Ну, в общем, у нас продолжается уже многолетняя дуэль. Понятно. Ну, ты классик французской защиты. Я все время смотрю, как ты играешь и мотаю на ус. Так? Ну, да, извиняюсь. Наверное, здесь останавливаться я не буду пока. Нет, ты ничего не выдавай, ничего. Да, ну, конь С6 довольно редкий ход. Попытался сбить Максима с подготовки, потому что последние партии, итоги дебюта для меня складывались крайне тяжело. И надо признать, что уже все участники просто устали. На последнем издыхании посмотрите качество партии. Это какой-то ужас. Но вчера было вообще выдающийся день. Вчера был, значит, Дарья Войт согласилась на ночь в выигранной позиции. Галямова сдалась в ничейной позиции. Ну, и Алексеенко против Витюгова. И это только верхушка айсберга. То есть, было еще, да? Ну, даже взять мою партию, как я не смог посчитать просто трехходовый вариант. И вместо перевеса получил сразу тяжелейшую позицию. Ладно, меня Саша Рахманов амнистировал. Ну да. Ты имеешь в виду взятие на С4, да, там, конечно? Да, да, да. Просто я вот пока не исполнено было на доске взятие на Е4 ладьей, я не видел этого хода. Вообще не видел. Ну, просто я уже вижу, что все участники играют явно ниже своих возможностей. А что не так? График слишком тяжелый? Надо больше выходных делать? Да вот... Или без баха молоко давай? Что надо делать? Как помочь? Да, конкретно здесь, наверное, больше выходных. Но странно. То есть, говорить про это, вроде один выходной есть. Чаще всего турниры проходят в более напряженной. Ну, может, все наложилось, что сейчас довольно тяжелый график у всех. Много турниров подряд. Более того, ну, я так понимаю, что руководство Шахматной Федерации не нашло другого времени, чтобы развести по срокам чемпионата России Парапиду и Блицу и вот этот. То есть, эта ситуация крайне странная, но, к сожалению, видимо, других сроков не было. Но там онлайн-олимпиады в сентябре. Изначально мы хотели в сентябре встретиться. Ну, мне кажется, все-таки чемпионаты России – это такие турниры, которые обязательны к разведению по срокам. Вот просто обязательно. Можно оправдываться онлайн-олимпиадами, можно какими-то другими причинами, но эти турниры должны быть разведены по срокам. В принципе, по умолчанию. Ну, ладно. Согласен. Кстати, участники онлайн-олимпиады здесь и не играют. Так что, собственно, почему надо было вообще разводить? Они могли бы точно так же не играть в чемпионате России в сентябре. Хорошо. Спишем это все на нашу сложную эпоху. Хорошо. Поехали дальше. Вот. Ну, в этой позиции, естественно, ограничусь тем, что принципиальный ход Фиджи-4, и белые так должны играть. Готовы они или не готовы к этому ходу. Ну, а дальше разбираться. То, что в партии получилось. Максим попытался, как я понимаю, перевести игру к линиям из нашей партии с высшей лиги, но, к сожалению, здесь не получается. Все-таки слон Д3 явно подставляется под С4, а С4 – это ход программный в этих позициях, в принципе. И чаще всего белые ходом слон Д3 должны что-то выгадать предварительно. Тут Ферзь-5, я считаю, что если я собрался задвигать пешку на С4, то, наверное, слона на Д2 вызывать. Полезно? Да. Просто полезно вызвать. Да, да, да. С4. Ну, естественно, если белые играют здесь просто слон Е2, то они сделали явно что-то не то. То есть сомнительное достижение заставит черных пойти С4, если они и так этого хотят. Фиджи-4, конь Е7. Ну, и вот минус дебютного замысла Максима, что я обошелся без каких-либо ослаблений. Я не потерял ни рокировки, меня не заставили сыграть король Ф8, ни заставили сыграть Ж7, Ж6. Слон Е2. Ну, ход довольно интересный, водя Ж8. То есть понятно, что самое простое было сыграть конь Ф5. Но в этот момент я уже считал, что моя позиция чуть ли не приятнее. То есть компьютер может говорить все, что угодно, но по-человечески играть белым уже сложнее. И была идея, естественно, подрыва Ф6. И после Ф6, возможно, мне потребуется конь именно на Ж6. К тому же я собирался изначально уходить в длинную сторону, поэтому потеря рокировки роли не играет. Аж 4, довольно странное решение. Ну, то есть я ожидал сначала конь Ф3 рокировки, ну, а дальше... Как бы, да, захватить пространство белые могут в любой момент времени. Но я уже явно показал, что я вот настроен на крайне агрессивную, активную игру, и все-таки мне казалось, что надо развить это заканчивать. Слон Д7. Кстати, а Ф5 не было смысла вообще белым поставить? Может быть, не в сочетании с Х4? Вообще, в принципе, конь Ф3, Ф5. Это неправильно? Потому что ты на А7, и на Ф7 какая-то. Ну, Ф5, Х6 я сыграл дальше, Слон Д7. А что, идея забрать на длинную рокировку Ф7 бьет Ф7? Может быть. Ну, вот придется много посчитать. Ну, нет, ну, играть в шахматы вообще не считать вариантов, это уже было бы совсем. Не, ну, я понимаю, но просто ход Х6, в принципе, ничего в позиции белых не портит, ой, в позиции черных не портит. Ну, если уж совсем будет так плохо, ну, сыграя Ладья Ф8, Ф4, Конь Ф5. То есть, белые даже вынудить повторение не смогут. То есть, ну, Ф5, конечно, включение интересное, но, мне кажется, рисунок игры не сильно меняется. Пошли дальше, да. Х4, Слон Д7, Х5, ну, вот Максим тоже очень агрессивно разыгрывает, но после длинной рокировки выяснилось, что пешка-то на Х5 стоит, но Х5, Х6 ход не угрожает. Ну, я просто съем на Х6, сыграю Ф6 или сыграю предварительно, да, Ладья же 6, вот, Конь Ф3 запоздала, но уже пора, Ф6. Ну, и тут уже очевидные проблемы с Ферзем. То есть, у меня идея на короткую рокировку, как мне казалось, за доской есть ход Ж5. Уже идея ЕФ, Е5, Ф3, Конь Ф5, ну, и где-то что-то там должно срастись, потому что Ферзь белый загоняется на Х2. Давай покажем. Значит, два нуля, два нуля, Ж5, на взяли на Ф6, Е5. Ферзь Ж3. На Ж3, Конь Ф5. Ну, не знаю, ЕД может быть. ЕД там Ц, да? А. Ну, хорошо. Ну, вот здесь надо уже думать. Надо подумать. Так, то есть, сначала исполнили, а теперь... Правда, на Ж4, Конь Е5, я так смотрю. Ну, Ж3 там тоже есть. Да. То есть, игра продолжается. Веселье, веселье, веселье. Там, Ж, Конь Е5, например, там, ФСБ-6 шаг какой-то угрожает. Ну, то есть... Ну, да, точно, точно, да. В общем, этот вариант выглядел страшно для белых. Самое главное, психологически. Да, но как бы на рокировку я Ж5-то играть не обязан. В том числе, то есть, у меня вполне неплохие перспективы, если я просто сыграю ЛДФ-8, там, съем на Е5, там, Слон Е8, ЛДФ-5 какая-то угроза. Ну, да. Вот. То есть, опять-таки, игра у черных предельно легкая, но Ж5 идея была. Может быть. Я думаю, что я все-таки бы посчитал перед тем, как так играть. Вот. А на Ферзь Ф4 у меня разбежались глаза в этот момент. То есть, можно спокойно пойти ЛДФ-8, и непонятно вообще, зачем Ферзь стал на Ф4. Потом я подумал, что, ну, белые сыграют Ферзь Аш-2. Да, скорее всего. И вопрос, а как мне дальше развивать инициативу? Без хода Ж5 я вряд ли обойдусь, или там Ж6. Вот. Вскрывать черные поля, ну... Ну, вскрывать черные поля ходом ФЕ, КНЕ5, КНЕ5, там ФЕ5, ну... Либо надо высчитывать, либо... Либо оценивать. Нет, ладно. Оценка однозначная, надо высчитывать до конца. Это вскрытие. Вот. Поэтому... Ну, увидев ход Ж5 здесь, я решил, что, ну, вот Аш-Ж, КНЕ6, ФЕ, там, по крайней мере, на Е5 должны белые брать в итоге пешкой. Ну, у меня довольно комфортная, простая игра. Ну, мне кажется, что вы оба здесь сыграли принципиально. Мне ФЕ6 ход очень нравится. ФЕ6 с практической точки зрения однозначно сильнейший ход. Да, правильно. Я скажу честно, я его недооценил. Да. Вот. Потому что, ну, посчитав мельком, что ФЕ я забираю так, так, а может быть так, вот, придя за доску и обнаружив в ход ФЕ бьет Ф6, я так неприятно удивился, потому что понял, что, ну, сейчас придется считать, и много считать. Угу. Вот. Потому что, ну, вот по опыту анализа подобных позиций КОМ, конечно, радостно рисует большой минус, вот, и везде находят какие-то удары, мульки какие-то тактические, за счет которых, там, пешки задерживаются неожиданно, там, где-то происходит, ну, начинается контр-игра, но на практике такое исполнить практически нереально. Угу. Вот. И тут я попытался разными способами забрать Ферзя, посчитать, но что-то мне нравился не один. Ну, то есть первый способ – это сыграть КОНЕ в 5. Вот. Взяли на G5. Лодя до F8, взяли на H7, Лодя F6, КОНЕ в 6, Лодя G2. И тут мне, как показалось, что я высчитал интересный вариант, что если белые играют H6, я съедаю на H6, Лодя H6, КОНЕ Д4, ой, Лодя H6 шаг сначала, СЛОН F1, КОНЕ Д4, и Ц3, там, на отход СЛОНа, Ферзь Б5, черные выиграли. Так. Симпатично. Что не так? Проблема в том, что при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что вот в этой вот позиции вместо... Ой. Нет, ты вот так. Мышка, мышка. Вместо H6 белые играют КОНЕ G4, дальше играют КОНЕ Ф1, и надо уже сидеть и высчитывать в этой позиции, проходят ли какие-то удары на Д4 параллельно или не проходят. А если не проходят, то вот качество белое отыграют, пешка аж будет стоить еще фигуры. По материалу я вряд ли так уж хорошо стою. Ну да. Другой способ забрать Ферзя, ну допустим, так-так, это альтернатива, напали-съели, ну и здесь можно пойти там КОНЕ7 сначала или СЛОНЕ8, но и то, и другое, да, и то, и другое, ну с идеей именно с H8 забрать Ферзя, но и то, и другое мне не нравилось из-за топорного Ж4. То есть, если я играю в АДЖ7, то я ничего не умыл, да, ничего не наварил. А если я играю в АДЖ8, ну там КОНЕЖ5, КОНЕЖ7, КОНЕЖ6, и сразу, да, пешки идут, мне опять что-то придумывать надо. Ну да. Вот. В конце концов, плюну, думаю, ну неважно, ладно. Думаю, заберу Ферзя, там уже будем смотреть. А тут мне, конечно, не нравился даже банальный ход Ж4. Мне тоже очень не нравился. Я не понимал, как черные там будут стоять. Мне казалось, что вообще белых лучше. Попробуй поставить пешку Ж4. Как собирался играть? Поделись. Здесь планировался забег коня на С7, второй конь стоит на Д8, слон на Е8, уходя на Х8. То есть, вот идея в том, что... Конкретно как это происходит? Ну, допустим, начинаю я с хода, ну, допустим, конь Д8. А6. Так, здесь АЖЖ зеваю. АЖЖ хотел зевнуть, да? Да. Так. Ну, давайте хорошо конь Е8. Вот. На Ж5 надо брать, наверное, коню. Ну, пусть будет, там я встану сразу, АДЖ8. Ага. Вот. Не знаю, надо ли играть А6, А7, да, не факт. Ну, вот не факт. Надо подумать. Единственное, что точно можно сказать, что конь на А3 не уходит. Вот. Не важно. Ну, даже если конь ушел, я все равно успел сыграть конь С7, и на Ж5 я успел сыграть слон Е8. Это достижение, да? Да. Ну, то есть, слон на Ж6 перешел, конь на Б5 выскакивает, там Ферзь А4, Ферзь С2. Ну, и все как бы заблокировано, по крайней мере. Единственное, что, конечно, страшно, что конь Х4 будет игры. Ну, да, да. Но в крайнем случае у меня уже будет игра на Ферзьевом фланге, и я могу откупиться каким-то материалом. Да, согласен. А если начать с конь Ж5, вот не играть А6, значит, Ж4, конь Д8. Вот играю конь Ж5 здесь. Ну, так же, допустим, вот, Х8. Не будет ли здесь у белых каких-то дополнительных возможностей? Ну, конь Ж3, конь Ф4. Дополнительная возможность. Ну, чего хорошего я пока поднять не могу. Ну, то есть, пункт Е6 всегда защищен, да? Да. Ну... Пешка на Ж4. Конь на Ж7, конечно, стоит у Бога, но вот если он прибежит на Б5, то станет все веселее. Ну, давай материал еще расскажем для самых маленьких слушателей. Ладья и три пешки против Ферзя. Но зато какие пешки, да? Ну, весело. Это вот позиции и все. Какие пешки? Пешки идут. Пешки тяжело останавливать. А Ферзь пока чувствует себя не очень нужным. А может, Белла вообще не обязана торопиться? Сыграли Ф4, король Ф2. А вот ход Ф4 явно под себя, потому что где-то требуется подключение слона, вот чтобы контролировать пункт А6. Потому что если белые сыграют Ф4, ну, вот я хорошо, конем я перейду, а дальше как продвигать пешки? То есть, у меня слон на Ж6 всегда хочет выскочить. А пешку на Ж5 не будем пока трогать, да. Вообще, вот какая, как черная игра? Хорошо, Ф4. Вот поставь сейчас Ф4, король Ф2. Ну, я просто отпустим так. Да, ну, король Ф2. Ладжи соединяем. Не знаю, может быть, А4 сыграть, чтобы никто на Б5 не пошел. А4, король. Вот А4, это уже очень интересно. И стоим. И стоим, наслаждаемся позицией. Я считаю, это такая позиция, которой нужно упиваться, которой нужно просто вот смотреть на соперника и говоришь, ну, оцени, оцени, что я сделал. Я понимаю, в своей партии я так не сыграл бы, конечно, в анализе-то я могу делать все, что угодно, да. Наша задача написать картину. Не так просто ход подобрать. Потому что слон А4 имеет некоторое... Слон А4, проблема в том, что у меня конь, слон, ушли на ферзевый фланг, оттуда не вернутся, и вот тогда с пешками будут большие проблемы. Да, 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 тогда пешки пойдут. Ну, ладно, Паш, запиши это в загадке, потому что играть эту позицию однозначно... Может быть, ферзь А4 я должен начать пораньше где-то был, но где абсолютно непонятно, потому что белые тоже могут где-то пораньше сыграть позиции. Вот несмотря на то, что вроде кажется, что соотношение материала совершенно дурное, но позиция не темповая абсолютно. Хорошо, ну, это действительно, друзья, ну, это просто невозможно человеку здесь все осознать и начнуть найти точное... Ну, он уже А4 однозначно был лучше, потому что ограничил возможности черных со страшной силой. Все-таки конь и на Е8, и на С7, особенно если он не пойдет на Б5, это не то, что в партии получилось. Ну, да. Давай партию посмотрим, значит, конь Ж5 просто ошибка, на мой взгляд, потому что коня... Ну, коня выпустили, да, то есть, по крайней мере, конь уже как-то чувствует себя не так плохо, как мог бы. Хорошо, вот теперь следующий вопрос. Теперь конь бьет Д4, давай посмотрим варианты. Конь Д4 и ферз Б6. Ну, а на С3, то есть, я должен жертвовать второго коня? Да, да, да. Обязан просто, как честный человек. Ну... Брать на Ф2 и слон на Ч4. Честно говоря, считать такое вот... Ну... Ну, в каждом из нас где-то скрывается Каспаров где-то очень глубоко, но иногда Гарри Кимович... Не, но я понимаю, что, видимо, это вот типичная мулька, как вот про то, что я говорил, но там, не знаю, сон Д1. Сон Д1. Так, и что, на Ф2 нигде никогда? Никто никого? На комбатый слон Е3 заготовлено, да? Ну, да, да, да. То есть, как-то вот пока все месилы... Ну, там, правда, Ф5 может быть. Или Д4, кстати. Давай, КНБ3, давай, проверим. Вот мне Ф5 нравится очень сильно. То есть, висит ладья, висит ФБЦ3. Ну, правда, король Е2, ферзь С3 там... Ну, поднимается, что он Б3, ферзь С3, король Е2. А, тут ферзь Б2 какой-то. Ферзь Б2? Да, но это... Не, ну, полное безумие. Полное безумие. Что за безумие? Ну, это какая-то борьба. Ну, КНД4, а ты даже не считал, как я понял, да? Если можно считать расчетом с ДФРСБ6С3, здесь обрыв варианта. Ну, я, кстати, так и понял, что ты просто не стал рассматривать вот вторую жертву, потому что... Ну, я просто не считал, что у меня настолько плохо, чтобы вот... Ну, я понял, да. Ну, скажу тебе компьютерную оценку, 4,5 пешки в пользу черных. То есть, там, нигде защиты у белых нет. Ну, я понимаю, но просто не поверил в это, да? Не, ну... Хорошо. Что могу сказать хорошо? С компьютером. Да-да-да. За доской все гораздо сложнее. Сыграно КНЕ7. Отлично. Ну, теперь белые снова могли и могут, в принципе, играть, не торопясь позиционно. Ну, да. КНЕ на Ф6 перешел, да. И мне срочно нужно играть, искать какую-то контр-игру. Так. Ну, ФРСЕ4 смотрится крайне логично. Да, нападаем на что-то, да. Да. Вот, честно говоря, что было бы на СОНДА1, я точно сказать не могу. Потому что, ну, скорее всего, во-первых, есть тут та же идея с ходом Б5. И пешку на Б4 дал, да? Да, да. Ну, то есть, СБ КНЕ4, С3, там я КНЕ3 всегда успел. Ну, и моя задача просто максимально взорвать центр, чтобы... То, что у меня фигур больше стало иметь какое-то значение. Угу. Как-то, как-то медленно совсем. Да, все это... Я ЖА1 с идеей, ЖА5, ЖА6 пойти. Ну, Б4 пора уже рваться, да? Ну, да. Может быть, ЖА5 посмотреть, что ли? А что там будет? ЖА5. ЖА5 даже интересно, Б3. Да, кстати, где-то какой-то прорывчик, возможно. Ну, такой достаточно типоловый. Да, да, конечно. То есть, понятно, что БЦ С3, наверное, слишком медленно, там, как-то переход КНЕ на Б5 в это поверить сложно. Вот Б3 мне все-таки... Б3, да, достаточно. Ну, плюс то же самое, что в партии было. Можно БАА2 сыграть. И Ферзя на Б2 отправить. Да, да, да. Вот. Но, правда, что-то страшно. Бежки совсем быстрые тут. Хорошо. Там ЖА5, ЖА6, ЖА7. А, там белые не будут ЖА8 ставить. Они сыграли... Х5, Х6, Х7. То есть, они не будут пешку за коня забирать. Кстати, большое количество ферзей на доске может возникнуть в итоге. Черных на ферзах. Да, ну, ладно. Это считать тоже можно бесконечно. Давай посмотрим. Не, ну, там при пешке на Ж6 я сыграю коней в 5, как-то попытаюсь отбить коня. И вот тогда уже можно будет коня отдать. Да, в принципе, разумно. То есть, ты считаешь, что король Д1 был неправильно с его стороны. Ну, король Д1... Вот король Д1 все то же самое, только ищу, я так и на короля идет. И король подставляется, да? Да, то есть, тут все стало совсем просто. То есть, я уже не видел защиты от Б4 и там везде Б3, БА. Ну, да. Просто, не знаю, конь Д4 какие-то. Тут Максим еще и цитнот какой-то подступающий. Тяжело ему стало, объективно, да? Не, ну, тут уже, честно говоря, я хода не вижу просто. Ну, понятно, да. Ну, ладно. Было ли что-то там интересное? Могли ли где-то Белый зацепиться? Давай вот просто... Да. Б5. Здесь? Да. Ну, может быть, стоило как-то... Слон С1, Слон Б2 перестроиться. Слон С1? А, Слона на Б2. Да. Бахальная перестройка. Ну, там все равно же... Да, смотрится дико совершенно. Там все равно Б3, по-моему, прорываюсь. Ну, да. По белым полям можно как-то... БЦ, конь А5, конь Б3. Да, да, да. Забираю качество еще. Ну, и, наверное, чувствую себя вполне вольготно с учетом того, что ферзь еще и ворвется куда-нибудь на Ц2. Ну, да. То есть, скорее всего, просто у белых безнадежно. И, в общем, по большому счету борьба уже закончилась. А, кстати, вспомнил еще один интересный вариант. Когда считал отбор ферзя, можно было еще успеть проиграть. Почему? Ну, это-то всегда мы умеем. Да, да, да. То есть, вот как-то... Здесь считался какой-то... Вот что-то в стиле G4, конь H4. А, нет. У меня получалась та ловка с ферзем... А, с пешкой на G7. Подожди, подожди. Давай я тебе помогу. Вот сейчас ты вспомнишь. А, может быть, как-то вот ладьяш у С7-фильма? Нет, не может быть. Ну, ладно. Ты хочешь свое видение, да, подсказать свой страшный сон, но который у меня не свершился. Да, то есть, конструкция должна была быть такой, что ферзь на G7, вот, и белые стоят чуть ли не без ферзя и фигуры за ладью, но вот сон на F6, ладья H1, ладья H8, и защиты нету, как-то конструкция. Да, бывает такое, ладно. Ладно, я думаю, что давай мы сейчас как-то, да, закроем все-таки наше представление, потому что полно партий продолжается. Я поздравляю тебя с победой. Партия очень интересная. В дебютном плане, я думаю, очень поучительная. И, ну, видимо, действительно белым не стоит так играть. И вот эта игра черных на королевском фланге, ну, мне кажется, многие нашим зрителям понравятся. Они тоже будут отправлять короля на ферзевый фланг, ладьи расставлять, и дальше F6, G5, ну, в разные ситуации по-разному проходит. В общем, давай, Паш, продолжай в том же духе, хотя турнир-то надо бы, чтобы был подлиннее. Да, вот еще бы туров 10, тогда, глядишь, ты бы показал. Показал серьезность. Тогда бы я после турнира, видимо, поехал бы лечиться в психбольничку от переутомления, нервного истощения. Ты уже в стиле Евгения Ильинича Бареева начинаешь жаловаться, что вот после турнира путевку мне в санаторий давайте. Вот не, ну, шутки шутками просто я чувствую, что уже проблемы со сном от усталости. Ну, это нормальное явление. Бессонница – это наша профессиональная болезнь. Ну, я вспоминаю цитату от Александра Гречука, который говорит, а вот не надо плакаться, журналист, ой, вам, нам, шахматистам, говорит, сравните себя с же актерами, сравните себя с представителями некоторых других профессий. Тяжело спорить. Да, да. Вот представители других профессий, когда вот мы начинаем жаловаться на свою жизнь, они, ну, в общем, наверное, чувствуют себя не очень хорошо. Вы, шахматисты, попробуйте хоть недельку провести в тех условиях адских, в каких они выживают. Так что давайте, друзья мои, как-то вот этот жалостливый тон чуть-чуть как-то сгладим. Все, Паш, спасибо и удачи.